На нашей конференции представитель отделения изобразительного искусства Кавалёва Светлана Владимировна и тема доклада. Проблема в реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства со сроком обучения 5 и 8 минут. Добрый день, уважаемые коллеги, как сказали, зовут меня Кавалёва Светлана Владимировна. И буду до шлии Прикорного округа, я работаю уже приблизительно 4 года. Сейчас я буду рассказывать о проблемах и реализации дополнительной предпрофессиональной программы, а также у нас по теме конференции есть практически достижения, что бы я хотела показать вам. Сейчас на экране я покажу вам видео сравнения моих работ. То есть я работаю по программам с 1 по 8 класс, по предпрофессиональной программе «Живопись». И я сравнила работы вступительных экзаменов и выпускных работ 1 класса. То есть мы можем посмотреть на практике, чему научились дети за год образования по предпрофессиональной программе. Итак, продолжим. Как я говорила, работала я с учащимся с 1 по 8 класс по предпрофессиональной программе «Живопись» со сроками обучения 5 и 8 лет. Обучение ведется по предметам «Основы изобразительной грамоты и рисования», «Лепка», «Прикладное творчество», «Рисунок», «Живопись», «Композиция Останковая» и «Пленер». Данные предметы являются основными и обязательными в чате обучения. Предпрофессиональные программы разрабатываются с учетом федеральных и государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ. Данные требования являются обязательными при ее реализации в детских и школах искусствах. ЦГТ предусматривает подростные и индивидуальные особенности обучающихся и направленные на выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте, создание условий для художественного образования и эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, приобретение детьми опыта творческой деятельности, овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира, подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. Результатами освоения программы являются приобретение обучающихся следующих знаний, умений и навыков в предметных областях. Знания терминологии изобразительного искусства, умение грамотно изображать с натурой по памяти предметы и объекты окружающего мира, умение создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач, умение самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного задания, навыков анализа цветового строя произведений живопись, навыков работы с подготовительными материалами, этюдами, набросками, эскизами, навыков передачи объема и формы четкой конструкции предметов, передачи их материальности, фактуры, с выявлением планов, на которых они расположены, навыков подготовки работы к экспозиции, высадке. Данный объем знаний является достаточным для поступления в учебное заведение среднего или высшего профессионального образования в Ставропольском крае. В Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене-Вене- может обладать ребенок, получивший художественное образование. Художник, художник-педагог, дизайнер графики, дизайнер среды, дизайнер одежды, дизайнер ювелирных украшений, художник росписи или декоративно-прикладного творчества, архитектор, иллюстратор, дистопратор, мультифликатор, фотограф. Помимо данных профессий, художественное образование дает и другие преимущества. Навыки, полученные в ходе обучения, нужны не только художнику, но и другим профессиям, потому что в процессе обучения рисования развиваются. Память, наблюдательность, внимание, логическое мышление, координация между рукой и глазом, умение концентрироваться, цветовосприятие, фантазии и воображение. Формируются эстетические чувства и эмоциональные ценности отношения к окружающему миру. Рисование способствует гармонизации внутреннего состояния, повышению уверенности в себе. Занятия в художественной школе учат ребенка организованности и самостоятельности. В нашей школе искусств дети активно принимают участие в конкурсах и выставках различного уровня, занимают почетные призовые места, организуются поездки в музеи, на выставке картины. Без чем учебные заведения Гампадских минеральных вод с целью дальнейшего профориентирования, участвуют в различных акциях и мероприятиях, организованных администрацией и управлением. Все мероприятия проходят не только в реальном времени, но и в режиме онлайн. Многие заслуги и награды мы выставляем на сайте школы, ютуб и в наших социальных сетях. Все выставки и отделения проходят в стенах школы. Мы публикуем в социальных сетях и на сайте, где их могут посмотреть все желающие. Каждый год на День Победы мы выставляем выставку в парке «Мечта, станицы и синдуксы», работами учащихся отделения изобразительного искусства, украшаем различные концерты, проводимые нашими талантливыми музыкантами и танцорами на территориях образовательных школ, санаториях и нашей сцены. Несмотря на все эти плюсы нашего художественного образования, в школе все-таки существует проблема с контингентом. А именно проблема при переходе с третьего класса в четвертый при восьмилетнем сроке обучения. Как показала практика, многих детей в художественную школу приводят родителей общего развития. Они не планируют, что их дети в будущем выберут профессию, связанную с рисованием. Также таких родителей не устраивает, что на занятия в школу нужно ходить почти каждый день, часто выполнять дополнительную работу дома. Они не понимают уровень и масштабности работ, проводимых в художественной школе. Многие родители считают, что их ребенок ходит на рисование, чтобы отдохнуть. Это большое заблуждение. В данных случаях на практике мы видим, что ребенок, которого записали на несколько кружков в школу искусств, умеет нагрузку в общей образовательной школе с ее объемными домашними заданиями, начинает к концу года очень сильно уставать. Ребенок капризничает, начинает пробывать занятия, прячется в телефон или компьютере, чтобы хоть как-то немного отдохнуть. Современная тенденция воспитания ребенка такова, что родитель нашего времени никогда не будет доволен своими детьми. На детей возлагают множество задач. Ребенок должен хорошо учиться в школе, плавать, танцевать, говорить на нескольких языках, рисовать, дома помогать маме и папе и так далее. Но когда же ребенку быть ребенком? Поэтому, на мой взгляд, чрезмерная нагрузка уничтожает желание что-либо познавать и к чему-то стремиться. Первые три года обучения по профессиональной программе готовят детей к академическому обучению. Ребенок отходит от шабуловных изображений, учится видеть цвета, форму, свет, тень. Учится передавать окружающий его мир на лист бумаги. Помимо этого, ребенок должен запомнить различные свойства каждого вида красок, инструменты, характеристики и свойства бумаги. Все это лишь подготовка к сложному академическому обучению. Во время подготовки ребенку дается более-менее свободная форма обучения. Темы творческие, понятные, напоминают немного игровую форму обучения. В четвертом же классе появляются совершенно новые для него предметы. Рисунок, живопись, композиция, из танковая. С появления этих предметов исчезает свободное творчество. Появляется необходимость постоянно анализировать форму, материальность, пропорции, предмет и так далее. А это сложный процесс, где необходимо думать, не переставая. Он не всем дается с первого же года обучения. Для некоторых необходима дополнительная практика дома, выполнение упражнений, зарисовки, этюды. Все это невозможно сделать за пару минут. Вот и выходит, что ребенок, загруженный чрезмерно, начинает отставать и сравнивать себя с другими, желает все бросить. Либо же устает от эмоциональной нагрузки и количества ответственности, возложенные на него. Начинает бунтовать, забрасывать в себя все лишнее. Бывает, что с ростом учебной нагрузки в школе искусств, а с каждым годом она растет, ребенок перестает справляться с общеобразовательной программой обучения. Тогда родители забирают детей из художественной школы. В основе всех этих ситуаций лежит лишь одна проблема. Родители, желающие развивать своего ребенка во всех направлениях, перегружают свои дети. Не давая себе отчетов сложности обучения в тех или иных направлениях. При поступлении в школу искусств или художественной школы необходимо проговаривать родителям количество нагрузки, которое они возложат на детей, отдавая их на художественное отделение. Конечно же, развивать детей нужно. Помогать раскрывать их скрытые таланты, показывать им, сколько всего интересного есть в мире, направлять. Но также стоит внимательно следить за успехами и промахами своих детей. И все будут художниками. Но умение рисовать, видеть, что ты можешь сделать своими руками хоть что-то прекрасное, это многого стоит. На этом все. Спасибо.